Здравствуйте дорогие друзья! Одновременно состоялся релиз восьмой беты iOS 11 для разработчиков и седьмой публичной беты для рядовых юзеров. Они равнозначны, чтобы вы потом в комментариях не говорили почему к вам не пришел апдейт. Тут вопрос в том какой у вас установлен профиль. Обновление компактное, но все равно есть несколько нюансов о которых стоит рассказать. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Все, Apple начала выпускать минорное обновление перед финальным релизом, который по словам The Wall Street Journal должен состояться вместе с презентацией новых продуктов во вторник 12 сентября. Официального приглашения пока не было. Что же впихнули в 60 мегабайт? Да практически ничего. Основные видимые изменения затронули магазин приложений App Store. Появилась реклама, пока только у авторизовавшейся при помощи американского Apple ID. Она расположилась в результатах с поиском. Причем реклама хитрая. Если ищете YouTube, она вам сначала покажет платный сервис от Google, а уже затем бесплатный. Есть и хорошая новость. При поиске приложений от именитых разработчиков сначала будет ображаться баннер, за которым будут скрываться все последние версии программ этого разработчика. Это очень удобное нововведение, да и меньше шансов наткнуться на аналогичный софт. Пофиксили работу 3D Touch с номерами, датами и прочими идентификаторами событий во всех приложениях. Теперь все работает корректно. Исправленная ошибка связана с бесконечным процессом обновления, наблюдаемого при апдейте на шестую и седьмую бету. О решении этой проблемы я рассказал в обзоре седьмой беты. Есть еще целый список исправленных проблем и багов, о которых Apple знает и прикладывает все силы чтобы их отловить и наказать. Если Speak English просто ставьте на паузу и читайте полный список официальных изменений и исправления апдейта. Ну а мы переходим к производительности. Кстати, оказывается еще в предыдущей бете добавили индикатор опасного уровня громкости в пункте управления, отображаемого при прослушивании музыки через наушники. Спасибо тем кто подписался в комментариях. В синтетике что в Geekband 4, что в Antutu прошивка набрала больше очков чем в предыдущей бете, но цифры цифрами, так что по реальной производительности. Полевые тесты показывают, что по части реальной оптимизации изменений не произошло. Пока самыми печальными устройствами на последней бете по сравнению с iOS 10 3.3 стали iPhone 5s и iPhone 6. Ну шестерка еще терпима. Но вот 5s работает заметно задумчивее. Начиная с iPhone 6s и SE по скорости работы почти никаких изменений нет. Так что обновляться можно. И да, те кто сидит на бете не волнуйтесь, после финального релиза iOS 11 у вас тоже будет самая последняя прошивка. Как вы уже поняли основная часть работы проделана и что-либо кардинально новое в прошивке мы сможем увидеть только с последующими крупными обновлениями вроде iOS 11.1 или .3. Нам остается лишь расслабиться и подождать пару недель до презентации. А там уже будет и iPhone 8 и Apple Watch 3 и новое Apple TV и минорное обновление iPhone. В общем подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, спасибо за лайки, вы здорово нам помогаете. Пока-пока.